Добрый день! В эфире CBC информационная передача «За Каспием». С вами Эльна Ралиева. О самых актуальных новостях по ту сторону Каспием мы расскажем прямо сейчас. Главами Турции совершают визиты в страны Центральной Азии. После Кыргызстана Хакан Фидан отправился в Таджикистан. В центре внимания на переговорах актуальные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Узбекистан усиливает работу над развитием туристической инфраструктуры. Одним из направлений работы станет реконструкция рынков в исторических городах республики, которые президент Шавкат Мерзиоев распорядился сделать одной из визитных карточек Узбекистана. За минувший 2023 год в Казахстане было выявлено более 30 тысяч случаев заболевания корью. Министр здравоохранения Ажар-Гениат заявила, что большинство заразившихся – непривитые дети. Тюркский инвестиционный фонд об этом единогласно заявляют эксперты из Центральной Азии. По их словам, данный фонд является финансовым институтом экономической интеграции Тюркского мира, направленный на финансирование проектов микро-, малых и средних предприятий, предполагающих создание и модернизацию физической и цифровой инфраструктуры. Предполагается, что финансирование будет нацелено в частности на развитие малого и среднего бизнеса, туризма, зелёной экономики, энергетики, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также укрепление торгово-экономического сотрудничества в рамках и за пределами региона организации тюркских государств. Тюркский инвестиционный фонд создан с первоначальным капиталом 500 миллионов. Из них 350 миллионов по 70 миллионов вносят 5 стран-участниц, и ещё 150 миллионов будут привлечены. При этом обратите внимание, что очевидно были учтены те ошибки подводной камни, которые были у аналогичных международных и двухсторонних фондов, и у всех участников равные права, равные доли вложения и равное количество голосов. Инициатива создания Тюркского инвестиционного фонда была предложена Азербайджанам в ходе неформального саммита организации тюркских государств в марте 2021 года. А вот соглашение о её создании было подписано в рамках внеочередного саммита глав государств членов ОТГ в марте прошлого года в Анкаре. Учредителями фонда являются пять государств членов ОТГ – Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан. Азербайджан с декабря 2022 года присоединился к проекту Black Sea Energy, который предполагает поставки электроэнергии в Евросоюз. Возобновляемые источники энергии, они дорогие. Это ветровая энергия, солнечная энергия. Для нас она немного дороговата. Второй момент – их чуть сложнее диспетчеризировать, потому что мы не знаем, когда ветер пропадёт или когда солнце будет закрыто тучами. Но для Евросоюза это подъёмно. То есть там довольно-таки высокие тарифы. И туда поставлять электроэнергию мы можем, страны СНГ. Здесь ещё один момент. К этому проекту присоединились Казахстан и Узбекистан. А при этом следует отметить, что вы находитесь на разных меридианах. Азербайджан к западу от Каспии, а Казахстан, Узбекистан к востоку от Каспии. Странные организации тюркских государств делают финальные шаги по созданию Тюркского инвестиционного фонда. Этот амбициозный проект нацелен на развитие торговых связей между Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии. Эксперты уверены, что данная инициатива придаст новый импульс развитию и укреплению сотрудничества тюркских стран. Управлять фондом будет президент, который назначается на 4 года. Первый эту должность займёт Багдад Амреев, дипломат из Казахстана, который с 2018 по 2022 годы был генсеком ОТГ. Беновща Назар, Вассибиси. Сотрудничество стран тюркского мира более подробно обсудим с заместителем директора Российского института политических исследований Дарьей Гривцовой. Она с нами сегодня в студии. Здравствуйте, Дарья. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Хотелось бы начать именно с сегодняшнего взаимодействия между странами тюркских государств, в частности, страны-члены организации тюркских государств, как мы знаем, как раз-таки формирующие стратегический союз, опирающиеся на совместные энергетические, транспортные начинания. Они активно развивают и углубляют своё сотрудничество. Как бы вы в целом охарактеризовали сегодняшнюю необходимость для кооперации усилий стран тюркского мира? Ну, конечно, кооперация сейчас в современном мире очень важна. Как мы видим, мир очень турбулентен, и мир меняется. И сейчас страны Запада уходят на второй план, страны Европы, скажем так, старая Европа. И на повестку дня всё чаще мы слышим как раз-таки страны Востока, страны тюркского мира, арабский мир. И за этими странами, как мы понимаем, стоит будущее. И такая кооперация в рамках одного союза, это, конечно же, очень удобно и своевременно, поскольку позволяет решать различные вопросы напрямую и, как говорится, внутри самого этого тюркского региона. И непосредственно это всё очень сближает и контакты, и даёт возможность непосредственно людям, которые проживают в этих регионах, более плотно кооперировать и взаимодействовать. Это те же экономические проекты, бизнес-проекты, какие-то рабочие моменты. То есть всё это, создано для того, чтобы не только на высшем уровне посидеть и обсудить какие-то вопросы, но и создать условия для людей, которые проживают в этих регионах, принимать активное участие в совместных проектах, которые потом в дальнейшем, возможно, приведут к каким-то реальным, очень позитивным результатам, в том числе и с геополитической точки зрения. Да, но обсуждения также хороши, учитывая то, что именно за закрытыми дверями всегда часто решаются очень важные вопросы. И хотелось бы вот с этой связи узнать ваше мнение, как вы рассматриваете перспективы сегодняшнего российско-тюркского взаимодействия. Ну, конечно, Россия – это, в принципе, главный сосед, большой сосед этого тюркского мира. И, конечно же, Россия также является и участником этого тюркского мира, поскольку в России проживает очень большое количество национальностей, в том числе и тюркских национальностей. Поэтому участие России здесь тоже также важно и актуально. И с точки зрения и логистических маршрутов, и совместных каких-либо проектов, это тоже один из ключевых игроков, который сейчас переориентирует свою экономическую политику, социальную политику как раз-таки на страны Востока. Страны, которые набирают потенциал и которые потом могут показать себя действительно раскрывшимися странами. То есть если сейчас это еще зарождающийся потенциал, мы видим, какие успехи делает Узбекистан, Казахстан, Азербайджан. И у этих стран очень большие потенциалы. И когда в совокупности вся эта работа будет проделана, то, конечно же, о Европе уже, можно сказать, многие забудут, потому что основные экономические, энергетические маршруты, транспортные хабы будут сосредоточены именно в этом регионе. Надо также учитывать, что Китай очень активно сейчас растет, развивается. Как мы видим, экономический рост тоже у Китая очень высокий. И действительно, вот эти все маршруты, которые проходят и из Китая, тот же один пояс, один путь, они проходят по тюркским странам. И, конечно, затрагивают Россию. Поэтому здесь в одном регионе все в одной связке. И такая кооперация, чтобы быстрее решать вопросы, чтобы как можно, так, менее с бюрократической точки зрения подходить ко всем каким-либо острым темам, возможно, собираться вместе и лично обсуждать на уровне глав государства, глав правительства, на уровне экспертного сообщества. Как раз-таки эти вопросы очень легко и быстро можно решать во взаимодействии вот этого союза. Вот вы как раз-таки затронули мой следующий вопрос, говоря о том, вот сегодня именно о том интересе, который проявляют ведущими игровые игроки к странам Центральной Азии. Мы знаем, что сейчас предлагаются различные форматы, которые уже работают. Например, там формат страны Центральной Азии плюс Китай. Есть такой же формат и с Соединенными Штатами Америки. А вот в чем все-таки проявляется этот интерес именно со стран, ведущие мировые игроки, они все-таки вот как бы перенаправляют свои интересы именно вот в данный регион? Ну, конечно, как я уже сказала, это высокий потенциал роста, экономического роста, социального роста. Видим, что демографическая политика в этих государствах активно развивается и растет. Поэтому, конечно же, за этими государствами будущее. И это видят и Китай, это видят и США, и другие крупные игроки, которые не хотят упустить возможности поучаствовать в совместных проектах. И получить от этого прибыль, в принципе, ради этого все и затевается. Прибыль не только экономическую, но и, скажем так, социальную, гуманитарную от всех вот этих совместных проектов. И, конечно же, есть у этих проектов и враги, и конкуренты. Здесь это тоже не стоит упускать из внимания, поскольку мир сложный. И действительно, когда создается что-то очень крупное и серьезное, то этому будут мешать. И, естественно, ни Европа, ни Европейский союз, да те же самые США не захотят упускать лидерство и передавать его другим, более, скажем так, сейчас активным странам. Поэтому некоторое противоборство все равно будет. И какие-то, скажем так, сложные моменты или, даже сказать так, палки в колеса вставлять будут. Поэтому только совместная кооперация, совместный диалог в самом регионе, между нашими странами, включая Россию, вот эту Каспийскую пятерку, поможет нам преодолеть все эти трудности, которые внешние игроки, которые не хотят того, чтобы такой союз создавался. Как раз таки эта кооперация, она поможет нам противостоять всем этим внешним воздействиям. Да, учитывая то, что тюркские страны сегодня как раз таки делают все свои усилия, направляют на сплочение, на единство. Хотелось бы также поговорить о создании Тюркского институционного фонда. Вот мы знаем, что, как отмечают заинтересованные стороны, он позволит финансировать проекты в приоритетные сектора экономики. Ну и не только, конечно же, экономика. Вот как, в целом, на ваш взгляд, подобные инициативы поспособствуют, опять-таки, укреплению и даже расширению взаимодействия между странами? Ну, конечно же, инвестиционный фонд и его главные проекты, направления — это инвестиции в экономики внешних стран, вот этих, которых находятся внутри. И они дают возможность как раз таки принимать более активное участие в развитии экономик соседних государств. И здесь мы видим, что этот проект, он действительно является важным, и он даст возможности для реализации очень интересных идей, очень интересных проектов, в том числе и не только, скажем так, политических, но и бизнес-проектов. И поэтому у него потенциал роста очень большой и влияние. Но, конечно же, здесь есть и вопросы, то есть спорные моменты. Какая страна, кто больше будет вливать инвестиции? То есть не пойдет ли вот эта конкуренция? За кем останутся эти инвестиции? Кто будет управлять ими? Скажем, та страна, которая вложила эти инвестиции или в той стране, в которой они находятся? Поэтому здесь есть вот эти вот некоторые спорные моменты, которые необходимо уладить еще до создания самого этого фонда. И только в связи с этой вот, скажем так, юридической, может быть, прописанными истинами, возможно, будет реально использовать на полную мощность этот инвестиционный фонд. Потому что идея хорошая, вопрос, как реализовывать. И если это все получится правильно, с юридической точки зрения, с экономической точки зрения, то, конечно же, это принесет развитие экономик всех государств, которые состоят и участвуют в этом фонде. Мы будем надеяться, что все задуманное в ближайшее время воплотится в жизнь. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию и уделили ваше время. А я напомню, что углубление взаимодействия между тюркскими странами обсудили с заместителем директора Российского института политических исследований Дарьей Гривцовой. Продолжаем наш выпуск. Президент Таджикистана Имамалий Рахмон и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Душамбе обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба главы таджикского государства. В ходе переговоров стороны высоко оценили перспективы долгосрочного сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению экономических и социальных связей с акцентом на развитие сотрудничества в области экономики, торговли, промышленности и инвестиций. Не обошлись стороной вопросы развития образования, науки, культуры, туризма между странами. В частности, стороны высказались в поддержку проведения Дней культуры. Имамалий Рахмона и Хакан Фидан также обменялись мнениями по важным региональным и мировым вопросам, включая политическую обстановку в Афганистане и Палестине. Также Хакан Фидан встретился со своим коллегой Сираджидином Махредином. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе сотрудничество двух стран в рамках международных и региональных организаций. По итогам переговоров была подписана программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Турцией на 2024-2026 годы. В рамках своего турне по странам Центральной Азии Хакан Фидан уже побывал в Кыргызстане. О том, какие же вопросы были на повестке обсуждений, обсудим с политологом из Кыргызстана, Эдерем Усмамбетовым. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Усмамбетов. Здравствуйте. Ну, конечно же, начать хотелось бы с того, в целом, какова повестка отношений между Кыргызстаном и Турцией, как бы вы подвели итоги визита главы турецкого внешнеполитического ведомства в Кыргызстан? Ну, 9 января составил официальный визит, министр основной дел Турции, Хакана Фидана. Надо все-таки сказать, что Хакан Фидан непростой министр основной дел, он долгое время возглавлял одной из предприятий, организацией Турции, национальную разведку, международный МИД. И, соответственно, на этой должности министр основной делал только недавно. Часть туристских экспертов говорит, что, возможно, он будет приемником будущего Натагана, как и одна из политических. Поэтому для него внешне политических направлений тоже очень важно. Что касается кыргызско-турецких отношений, то здесь прошло заседание, шестое заседание группы по стратегическому планированию, где сопредседателем были министры снардела Кыргызстана и министры снардела Турции. И, конечно же, повестка дня широких вопросов была. От стратегического партнерства была принята программа стратегического партнерства между Турцией и Кыргызстаном. На 2024-2026 годы была полностью пересмотрена повестка дня в области образования, экономического, торгового стратегического и военно-технического, военно-обороны сфере. И даже было затронуто здравоохранение. Было принято решение о том, что на бесплатностной 150 граждан Кыргызстана будет обещаться в турецких вечерних поликлиниках. Это в основном тяжелые заболевания, онкология, микрохирургия и трансплантация органов. Такая программа существовала. Что касается стратегического партнерства, то здесь в Бишкеке обсуждался довольно широкий спектр вопросов. Самое главное, обсуждался вопрос между Министерством стратегии Кыргызстана и Турцией. Это вопрос конфликта в Украине. Это совместная повестка дня. Зерновая сделка, которая очень важна для африканских стран, в которой тут сыграет значительную роль. Ну и второе, я думаю, что Кыргызстан и Турция, они обсудили совместную поддержку на международных площадках, на региональном и глобальном уровне, чтобы взаимодействовать и поддерживать взаимную кандидатуру. Я думаю, это очень важно. Если резюмировать, то произошла перезагрузка крыльско-турецких отношений, исходя из новой геопартической реальности. Тем более, министр стратегии Турции, и давно он встретился с высшим руководством Кыргызстана, и с президентом Кыргызстана, и с пикером. И, соответственно, это, конечно, придает значение. Но основной итог – это то, что было заявлено, что в ближайшее время, возможно, в феврале, президент Турции Таид Джебрэдагану посетит Кыргызстан с визитом. И, соответственно, я думаю, основные документы будут статистически подписаны там. Но приверженность дает о том, что статистическое партнерство между Кыргызстаном и Турцией обглубляется, расширяется. Сегодня мы провели ревизию тех событий, которые были в предыдущие годы, и направлены новые направления. Я думаю, что визит президента Турции в Кыргызстан, который, возможно, в ближайшее время, он как раз-таки сделает большие шаги вперед в укреплении Кыргызстанского расхищения. Плюс в документах написано, что мы имеем высокий уровень стратегических и братских отношений. И я думаю, это как раз и говорит о битоках визита министра Турции в Кыргызстан. Да, нам вот видим, что министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, он как раз-таки совершает турне по странам Центральной Азии. И как раз-таки видим, что в центре внимания сегодня углубление сотрудничества с данным регионом. И, конечно же, большой интерес к нему проявляют и ведущие, и мировые игроки. И, конечно же, каждая сторона преследует свои интересы. И все же, вот чем, на ваш взгляд, вызван такой интерес? Вот здесь два фактора. То, что глобальные игроки, это в другой стране. Это то, что идет война в Украине, или, как называют, конфликт в Украине. Соответственно, Центральная Азия, она как бы открылась окно возможностей геополитической. И, конечно же, глобальные игроки, такие как Китай, Европейский Союз, США, они хотят как бы усилить свое влияние. Этот период может длиться 2-3 года, он не может быть бесконечным. Но сейчас такая реальность. Я думаю, что Турция, учитывая ее исторические, культурно-языковые наши учтые традиции, то, соответственно, конечно, Турция имеет Азию. И не надо забывать, что в современных геоэкономических условиях Турция является окном для стран Центральной Азии, потому что мы осуществляем транспортный транзитный хаб через Станбул. Если так упрощенно говорить, это в какой-то мере окно в мир для стран Центральной Азии или Турция Республика. Что ж, спасибо вам большое. С нами на связи был политолог из Кыргызстана. Идилис Мамбетов. Мы подвели итоги визиты министра иностранных дел Турции Хакана Федана в Кыргызстан. И в целом поговорили о его турне в страны Центральной Азии. Но сейчас мы продолжаем наш выпуск. Перспективные проекты в транспортной сфере, включая развитие международного аэропорта «Новый Ташкент», обсудили заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев, министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и замминистра транспорта и логистики Королевства Мансур Аль-Турк. Обсуждены инвестиционные проекты в дорожном строительстве, в том числе участие в них саудовских предприятий. Стороны также рассмотрели создание Академии подготовки кадров в области инжиниринга услуга авиации. В рамках рассмотренных на встречах направлений сотрудничества стороны определили задачи, которые предстоит реализовать в будущем. На 1 января 2024 года объем золотовалютных резервов Узбекистана превысил 34,5 миллиарда долларов. Говорится об этом сообщение Центрального банка страны. По данным финансового регулятора, в декабре прошлого года золотовалютные резервы страны увеличились на более чем 1,5 миллиарда долларов. Общий объем валютных активов к концу декабря составил 9,36 миллиарда долларов. Золотой запас Узбекистана возрос до 24,63 миллиарда долларов. Физический объем золота в декабре увеличился на 2,5%. Достигнув 11,9 миллиона тройских унций. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией на тему развития торговой и туристической инфраструктуры страны. На ней были представлены проекты, разработанные с целью раскрытия туристического потенциала Узбекистана и расширения возможностей для размещения гостей. Кроме того, разработан проект туристического хаба на оплату Майданак в Кашкадарье. Здесь предполагается создать хостелы из легких конструкций, а также перепрофилировать ряд готовых зданий, построек по сферу торговли и услуг. Еще одним направлением работы станет обустройство рынков в исторических городах республики. Президент ранее поручал разработать проекты торговых комплексов, которые отражали бы национальную культуру Узбекистана и региональные особенности, как визитная карточка. В ходе презентации была представлена информация о новых рынках, которые планируется построить в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве. Была отмечена важность изучения опыта Турции и арабских стран в данной сфере, а также привлечения зарубежных специалистов к проектированию. В Казахстане уже известно о более чем 30 тысячах случаев заболевания корью. Большинство инфицированных – непривитые дети. В правительстве страны заявляют о покупке вакцины на сотни миллионов долларов, а также жалуются на родителей, которые отказываются прививать своих детей. Казахстанские медики больше не боятся называть ситуацию с заболеваемостью корью эпидемией. Вспышка болезни, которую зафиксировали осенью прошлого года, не идет на спад. В Министерстве здравоохранения заявили, что пока не будут инициировать обязательную вакцинацию. Однако чиновники отмечают, что во многом причина нынешней эпидемии – родители, которые в свое время отказались от плановой вакцинации детей. Наряду со вспышкой кори в Минздраве Казахстана напомнили о почти забытом казахстанцами коронавирусе. В стране наблюдается пусть и некритичный, но все же рост инфицирования. В группе риска пожилые люди с хроническими заболеваниями. Носить маски в общественных местах чиновники не требуют, а рекомендуют. А заодно призывают пройти курс ревакцинации от ковида. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите CBC, чтобы быть в курсе событий. Это была информационная передача «За Каспи». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!